Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена. Из-под обломков извлекли тела всех 39 погибших. Среди них шестеро детей. Сегодня в городе пройдут первые похороны, а также начинаются выплаты компенсации пострадавшим. Тему продолжит Андрей Сапегин. Это были во всех смыслах тяжелые, совсем не новогодние четыре дня. Скорбит весь город и вся страна. Магнитогорск теперь несет цветы, свечи, игрушки к дому номер 164 по улице Карла Маркса. Сегодня день памяти, поэтому в выходной я решил прийти. Весь город? У нас каждый третий знакомый практически в городе. Что тут говорить? Переехал, еще этих домов не было. Знакомый. В 1971 году вот этот микроэром построили. Очень много людей. Я каждые два часа сюда иду и цветы приносила. 39 погибших, из них шестеро детей. Окончательная и жуткая цифра. И как новогоднее чудо, невероятное спасение 11-месячного Вани Фокина. Он пролежал под завалами 35 часов. Получил сильные обморожения и многочисленные травмы. Но теперь идет на поправку. Его срочно отвезли в Москву. И счастливый отец благодарит всех, кто боролся за него. Жена сказала, что стабильное, есть улучшение. Небольшое, но есть улучшение. Ну, 35 часов. Все-таки дают о себе знать. Тем более, минус 20 градусов. Хочу поблагодарить всех спасателей, которые принимали участие. Работа адская. Адский труд. Бетон, камни, стекло. В перемешку с мебелью, домашнюю утварью. До пятого этажа. Лютый мороз. Работали круглые сутки. С риском для себя. Больше всего опасение у спасателей вызывала конструкция справа от места обрушения. Очень неустойчивая, очень небезопасная. Она вибрировала с амплитудой до 3 сантиметров. И в любой момент могла упасть на работавших здесь людей. Не рухнуло и спасибо ей за это, говорит замглавы МЧС Александр Чуприян. Поисково-спасательная операция в Магнитогорске оказалась беспрецедентной по рискам для тех, кто работал в зоне ЧС. Очень много строительных конструкций висело на одной нитке, как мы называем. Их пришлось срезать, удалять. Ведь спасатели у нас, они высшие пробы, поэтому имеют олимпийскую подготовку. Они все красиво срезали, опустили и тем самым уменьшили риски. А вот коварная стена, которая кирпичная, она нас все время держала в тонусе и могла в любой момент, в общем-то, обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это. Спасибо и строителям, которые мониторили отхождение. 2000 кубометров только строительных конструкций, десятки единиц техники, сотни людей. Они сделали все, что могли. Впереди расследование уголовного дела, решение вопроса с компенсациями и жильем для пострадавших. Инженерно-строительная фаза. Поисково-спасательная сегодня завершена. Андрей Сапегин, Дмитрий Большаков, Вести, Магнитогорск.